Слово предоставляется его превосходительству Франко Вольтеру Штайнмайеру, министру иностранных дел Германии. Господин председатель, Ваше превосходительство, уважаемые коллеги, дамы и господа, 70 лет назад, в темном 20 веке, возник луч света с момента создания ООН. Это был поворотный момент для нашего мира. Но этот луч света возник не на фоне зеленых пастбищ и общего солнца, а он возник из руин Второй мировой войны, в результате которой погибли 50 миллионов человек, а также в условиях холодной войны, которая распространила свои холодные щупальца. Именно тогда основатели ООН заложили основу для нового миропорядка, миропорядка, который несовершенен, но который зачастую защищает нас от рецидива варварства. Сегодня, 70 лет спустя, очевидно то, что мы живем в нестабильные времена. Миллионы людей страдают от войн и насилия. Более 60 миллионов покинули свои дома. Самое большое количество с момента окончания Второй мировой войны. Основа ООН до сих пор прочна. Но миропорядок, который на ней зиждется, начинает шататься. Новая расстановка сил находится под давлением. Появляются на мировой арене новые влиятельные игроки. И среди, что самое важное, негосударственные участники, сучащие несут ответственность за войну и насилие. Из них многие не знают никаких правил и не придерживаются даже минимальных стандартов, закрепленных в международном законе войны. Мы в этой связи настоятельно призываем к тому, чтобы основные области работы ООН прошли с питанием временем. Какую форму могут они обрести? Как будет выглядеть миропорядок завтра? Не думаю, что можно ответить на этот вопрос при помощи теоретических измышлений. Единственный ответ – это практический ответ. Как говорится, когда был принят устав ООН в качестве решительного ответа войне и страданиям, новые аспекты деятельности будут сформированы сегодня, лишь когда государства будут готовы взять на себя ответственность и совместно найти конкретные ответы к кризисам нашего времени, не считая недостаточного развития, беженцы и эмиграция, разрушительная гражданская война в Сирии, терпящие бедствия государства от Ливии до Афганистана, религиозный экстремизм и терроризм, а также кровопролитные деяния людей, которые называют себя исламским государством. Дамы и господа, вместе с тем есть одно большое различие по сравнению с периодом 70 лет назад. Сегодняшний мир связан еще более прочно, чем ранее. Границы становятся неясными. В эту эпоху глобализации многие говорят, мир превратился в глобальную деревню. Если это так, дорогие коллеги, тогда все мы соседи. И в данном случае я советую нам действовать в качестве добрых соседей. У нас разное прошлое, разные традиции, религии, ценности, понимание мира. Нужно уважать это разнообразие. Ни одна точка зрения не превалирует над другой. Но ни одна культура невозможна без понимания того, что такое быть хорошим соседом. Все люди хотят жить в духе добрососедства. Никто не вкладывает так много в дух добрососедства сегодня. Никто не заинтересован в этом, как мужчины и женщины, которые бежали из своих стран. Моя страна принимает сегодня 600 тысяч беженцев, 10 тысяч прибывает каждый день. Эти цифры показывают, что в долгосрочном плане даже мы не сможем справиться с этой проблемой. Нам нужно европейское решение вместе с нашими европейскими соседями. Решение, которое будет основано на тесном сотрудничестве с нашими соседями в бассейне Средиземного моря, в первую очередь с Турцией. Во-вторых, Агентство ООН по оказанию помощи, Верховный комиссар по делам беженцев, ВПП, БАПОР, УКГВ, все должны помогать людям, нуждающимся в помощи. Недопустимо, что эти организации недостаточно финансируются и не могут предоставлять помощь продовольствию, медицинскую помощь. У нас была встреча в рамках Большой Семерки позавчера, и рад сообщить, что вместе мы иммобилизовали еще 1,8 миллиарда долларов, в том числе более 100 миллионов долларов, внесла Германия для организации системы ООН по оказанию помощи. Это также снижает время на соседних странах, куда пребывает большинство беженцев. Это Турция, Ливан и Иордания. Эти страны нуждаются в нашей помощи, с тем, чтобы один исход не привел к другому. Но добрососедство, господин председатель, это не просто гуманность и сострадание. Добрососедство также требует, чтобы мы согласовали общие правила, и затем, чтобы мы все следователи этим правилам, они включают уважение границ и суверенитета друг друга. Но мы видим, что эти важнейшие нормы по-прежнему нарушаются даже в Европе. Европейский Союз единодушно осудил аннексию России Крыма и действия на востоке Украины. Мы отреагировали, но не только путем осуждения и изоляции. Мы также начали политический процесс для урегулирования конфликта. ОБСЕ сыграло важнейшую роль в этом процессе с самого начала. Мы хотим продолжить укрепление ОБСЕ как института, обеспечивающего нашу общую безопасность, когда мы, Германия, станем председателем этой организации в будущем году. Но и это, господин председатель, является актом политической ответственности. Это часть добрососедства, община, в которой никто не смотрит за свои ворота, не будет успешной. Мы не должны решать наши проблемы на основе многосторонней дипломатии. Для этого потребуется время и настойчивость, но это работает. Летом этого года пять постоянных членов Совета Безопасности Германии заключили соглашение с Ираном. После более чем 10 лет переговоров мы не только смогли обеспечить, чтобы у Ирана никогда не было ядерного оружия, и мы можем это проверить. Переговоры также позволили усадить за один стол многих синтересованных игроков, в том числе Россию и США. Мы увидели, что даже если мы не любим друг друга, мы можем решать проблемы сообща. Достигнутое нами соглашение создало основы для укрепления безопасности на Ближнем Востоке. Мы можем добиться этого, если мы будем продолжать настойчивые усилия. В то же время, господин председатель, реальность несколько иная. В Сирии продолжается бойня, пятый год войны. Мы сможем остановить войну лишь совместными усилиями. Нам нужно положить конец жестокой диктатуре Асада, которая использует пытки и бочка бомбы. Нам нужно побороть исламское государство. Нам нужно, чтобы замолчали пушки в Сирии. Нужно предоставить гуманитарный доступ. У нас общая цель – сохранить территориальную целостность Сирии. Восстановить условия для того, чтобы все этнические и религиозные группы населения могли жить в мире друг с другом и в мире с соседними странами. Мы все, все заинтересованные стороны верят в эти цели, несмотря на разногласия между США, Россией, между Саудовской Аравией и Ираном и другими действующими странами в регионе. У нас уже есть общая основа для достижения этих целей. Эта основа была заложена здесь, в ООН. Это резолюция 2139 Совета Безопасности. Нам нужно осуществлять ее вместе со всеми заинтересованными странами. В первую очередь с соседями Сирии. Это будет первым шагом к урегулированию конфликта. Я призываю все заинтересованные стороны в Сирии, соседей Сирии, но не только их. Вместо односторонних решений, таких как недавнее решение России, начать напрямую военные действия в Сирии, нам нужно, чтобы Россия начала осуществлять политические меры, выступая за переходный период в Сирии. Это будет важным вкладом в преодоление тупика, смертоносного тупика, из-за которого каждый день гибут люди. Рискую повториться, но хочу еще раз подчеркнуть, что когда речь идет о гуманитарной катастрофе, такой ужасной, как в Сирии, мы все становимся соседями. Мы должны постоянно помнить об этом. Нам нужно выползти из наших дипломатических окопов. Военное решение невозможно. И никакая вечная истина или национальные интересы не могут и не должны мешать усилиям, направленным на то, чтобы сделать первые шаги по урегулированию конфликта в Сирии. Уважаемые коллеги, дамы и господа, господин председатель, В эти тревожные времена идея глобального добрососедства будет лишь мечтой, если бы у нас не было уже общей крыши, под которой мы практикуем уже много десятилетий добрососедские отношения. ООН нужна нам сегодня более чем когда-либо. Нам нужна законная ООН, быстро реагирующая на проблемы сегодняшнего дня. Вот почему Германия выступает за реформу ООН и Советы Безопасности. Вот почему вместе с другими мы осуществляем важные глобальные проекты. Разработка целей устойчивого развития, которые содержатся в повестке дня 2030 года, только что принятой. И не менее важная и даже более амбициозная задача борьба с изменением климата. Мы надеемся, что мы сможем в Париже в декабре принять соответствующий документ. ООН дает нам основу для наших глобальных усилий. Но мы должны продолжать работу на многих разных уровнях. Мы, немцы, считаем, что путь вперед должен быть основан на региональном сотрудничестве в рамках Евросоюза, ОБСЕ, в сотрудничестве с другими региональными организациями, такими как ОСЕАН и Африканский Союз. Во-вторых, мы готовы сделать все для восстановления и стабилизации государственных структур по всей дуге кризиса от Ливии через Рак к Афганистану. И третье, как председатель Совета по правам человека, мы подчеркиваем основополагающую важность прав человека. Никакой политический порядок не будет стабильным, если не будут реализованы права людей. В заключение, уважаемые коллеги, господин председатель, я хотел бы вернуться к эпохе основания ООН 70 лет тому назад. Это было великолепным шагом в то же время я, как немец, испытываю чувство смущения, потому что устав ООН был частично ответом на бесчеловечную войну, начатую моей страной. С тех пор прошло 70-летий, и Германия посчастливилась, нас постепенно вновь приветствовали в семье международного сообщества. Мы, немцы, благодарны за это, и мы хорошо понимаем, какая ответственность лежит на нас. Когда в 1969 году Вилли Брандт стал федеральным канцлером Германии, он заявил, мы, немцы, хотим быть хорошими соседями. Тогда Германия по-прежнему была разделена, и эти слова были жестом примирения с Польшей, Францией и другими европейскими соседями, которые пострадали от рук немцев. Сегодня, господин председатель, дамы и господа, когда сирийская семья в Берлине рассказывает мне о своем опыте войны, бегства, слова Вилли Брандта приобретают новые значения. Сегодняшний мир стал меньше, но число кризисов не уменьшилось. И настало время еще раз подтвердить, мы, немцы, хотим быть добрыми соседями для тех, кто рядом с нами, и для тех, кто далек от нас. Спасибо большое. Я благодарю министра.